Телеканал Казах ТВ – источник информации о Казахстане, который одинаково интересен как в Турции, так и в Украине, в Словакии или в Бельгии. Так считают супруги Руснак, живущие и работающие в Брюсселе. Глава семьи, генеральный секретарь энергетической хартии Урбан Руснак, узнает из эфира первого казахстанского спутникового телеканала все необходимое о нашей стране. А для его второй половинки, Анар, возможность смотреть этот канал – это прежде всего ощущение прочной и неделимой связи с родиной. В гостях у постоянных зрителей Казах ТВ в Бельгии побывала наш супкор Жанат Эрнст. Урбан и Анар познакомились в студенческие годы в Москве. Любовь, свадьба и рождение детей. Для Анар жизни вдали от родины, незнакомой тогда еще Словакии, а затем в других странах Азии и Европы, где она обеспечивала надежный семейный тыл для супруга-дипломата, а потом и руководителя различных европейских международных структур, не была бы возможна без такой эмоциональной подпитки – родной казахской речи, льющейся из эфира телеканала «Казах ТВ». Ну, этот канал я смотрю долгие годы. Я смотрела его, как и «Каспионет» наблюдала. И не только в Бельгии, я его смотрела и в Словакии, находясь в Словакии, на Украине, во всех странах, где мы находились, и в Турции я смотрела казах. И даже когда вижу, просторы степи показывают, мне уже тепло, хорошо. Я уже чувствую там запах полыни, уже слышу песни наши киа. Поэтому это связь какая-то такая, которую не можешь определить, что это именно культурно или это… Потому что я так интересуюсь новостями, что происходит там, да. Оно, конечно, интересуется, потому что существует то, что задано генами, родителями, кровью, единством народу, не знаю. В этой семье главенствует смешение культур, языков и традиций. Казахская, словацкая, русская речь сочетаются со свободным владением английского, турецкого, французского и еще многими языками стран Восточной Европы. Сыновья Антон и Данияр воспитаны в этих же традициях Европы и Азии, основанных на принципах граждан мира. Я смотрю, для меня, я подчерпываю оттуда более-таки все-таки политическую информацию, вот как страна работает, как принимаются решения. И для меня это важно, потому что профессия такая, Казахстан очень важная страна для региона, для стабильности всего региона. И у меня семейные узы там, так что для меня это очень такой серьезный источник информации. Хранительница семейного очага Анар признается, что мелодии родных степей, которые можно услышать благодаря присутствию в доме Казах-ТВ, успокаивают и придают сил. Я смотрю иногда, вот бывают моменты, что стресс какой-то, да, или там не можешь сосредоточиться, или тот же самый, когда изучение идет другого языка, всегда он каким-то образом выталкивает другой язык, который там находится. Но этот родной язык, который уже вложен первый, он остается. Глава авторитетной международной организации в сфере энергетики Урбан Руснак считает, что казахстанский спутниковый телеканал предоставляет своим зрителям самую полную мозаику информации о жизни Казахстана. Конечно, сегодня в интернете можно много чего найти, в том числе и Казах-ТВ, но иногда приятнее просто посмотреть на большом экране общую картину в Казахстане, как она идет, и с точки зрения экономической, и с точки зрения политической отношений с другими странами. И вообще видение Казахстана другого мира. Через это можно узнать про страну. У каждого есть своя специфика. Она выдает как раз то, что за кадром остается. Поэтому это важно. В год 20-летия агентства Хабар постоянные зрители и преданные поклонники входящего в него телеканала Казах-ТВ желают ему дальнейших успехов и процветания. Жанна Атернес, Жумар Тахметов, 24КЗ, Бельгия, Брюссель.